И все-таки они вертятся. Новомодная игрушка спиннер невероятно популярна не только среди детей. Взрослые тоже не прочь покрутить в руках эту вещицу. Продавцы и интернетные эксперты в один голос расписывают пользу такой игрушки. У взрослых, мол, снимает стресс, а детям развивает мелкую моторику, корректирует развитие аутистов и формирует навыки концентрации внимания у гиперактивного ребенка. Но научно-доказательной базы о позитивном влиянии спиннера на детей нет, говорят психиатры. Если посмотреть на критерии этих упомянутых психологических, психических расстройств, то, так сказать, вот как раз я бы оспорила лично, да, мнение авторов о том, что эта игрушка способствует развитию, к примеру, внимания, навыков коммуникации, общения, то есть тех как раз проблем, да, которые есть у детишек, страдающих этими расстройствами. По мнению психиатра, пользы игрушка не приносит, но и вреда тоже не несет. Увлечься спиннером могут дети, у которых уже есть предрасположенность к неврозам. Крутить спиннер для них все равно, что, к примеру, грызть ручку, теребить в руках мелкие предметы. Несчастных случаев, виной которым был бы спиннер, в Самаре не было. Родители, я еще раз говорю, сейчас занимают достаточно активную позицию, они консультируются везде, со специалистами на всех уровнях. Те, которые помогают, еще раз говорю, поставить правильный маршрут для ребенка, для того, чтобы ему было легко в этом обществе. Поэтому, вот, мое мнение, что, ну, возможно, что-то еще покажет какую-то другую тенденцию, но сейчас такой вот непосредственной угрозы именно для детей нет. В Роспотребнадзоре проверяют спиннеры по тем же параметрам, что и другие игрушки. Не выносят в отдельную категорию. Исследуем их по параметрам миграции химических веществ, то есть выделения химических веществ. Обращаем внимание на конструкцию игрушки. Все видимые кромки, какие-то крепежные детали, элементы, они должны быть прочными. То есть игрушка не должна при ее применении по назначению терять своих потребительских свойств. Повальные увлечения спиннерами специалисты объясняют просто как модное веяние и прогнозируют, что вскоре оно схлынет так же внезапно, как началось. Марина Матвеевшина, Василий Холодашов. События.